На стадионе Политехник в рамках федерального проекта «Спорт. Норма жизни» состоялся фестиваль «День гирь». Это настоящий праздник для всех поклонников исконно русского силового вида спорта, как профессионалов, так и любителей. И для тех, кто тягает двухпудовки не первое десятилетие, и для тех, кто только начинает дружить с гирями полегче. Гиря для меня новый вид спорта, и благодаря Алексею Жермачеву я приобрел в прошлом году две 16-килограммовые гири. Теперь иногда приобщаюсь и к этому виду спорта. Пока на уровне новичок минус, но тем не менее, все еще впереди жизнь-то только начинается. Сегодня же день молодежи, а мы все в душе молодые. Раз, два, три, старт! За технику не отвечаю. Пошло вроде нормально пока. Как ощущения? Гири, сила! Сорвать фестиваль силы не смогли даже силы природы. Переменчивая дождливая сибирская погода. Сегодняшний жуткий, просто свинцовый такой дождь у нас не напугал, мы выстояли, и слава богу, хорошая погода. Это, наверное, за старание и упорство? За старание и упорство, и сильные любят. В спорте зачастую так и бывает, кто более упертый, тот и доходит до финиша первого. Да, есть и спортсмены талантливые, от природы сильные, но если у них нет упорства, они не реализуются, не достигают поставленной цели. А вот менее сильные, но более упертые, они достигают цели и становятся более успешными. Упорство и старание демонстрирует самый юный участник дня гирь Гриша Евсеев из Асиновского района Томской области. Этому атлету всего лишь 11 лет, а гире весом по 8 килограммов в его руках выглядят игрушками. Гирьевым спортом Григорий занимается второй год, успел выиграть турнир «Юный богатырь памяти Андрея Денисенко», а недавно пятиклассник увлекся гирьевым жонглированием. Тяжело так научиться? Ну да, сначала будет все тяжело, а потом вроде и скоро. Как часто ты тренируешься? Ну, три раза в неделю, как просто, всякие разные упражнения, что-то новое каждый день бывает. А не хочешь все это бросить и лечь мультики посмотреть перед телевизором? Не, не охота. Это намного интереснее, чем другое. Такой силовой, брутальный вид спорта, как ни покажется кому-то странным, привлекает не только юноши и мужчин, но и представительниц прекрасного пола. В рамках фестиваля «День гирь» гири в руки взяли томички, посещающие различные фитнес-клубы. И для многих из них это были первые соревнования по гиревому спорту. В состязаниях у женщин победу одержала Светлана Маркова. Она подняла 12-килограммовую гирю 152 раза. Вы с гирей сдружились, похоже? Да, с гирей, да. Конечно, это не просто подъем, тут рыбок. Это сложное техническое такое упражнение. Если честно, рассчитывали на такой высокий результат? Да, рассчитывала. Все было просчитано. 150 раз я рассчитывала. Следующий рубеж – 200. Да, будем стараться. Программа фестиваля была разнообразной. Гиревое жонглирование, состязания представителей томских фитнес-клубов, различные силовые конкурсы, в которых могли принять участие все желающие, обычные прохожие. А вам интересно наблюдать, как просто проходящие мимо люди влюбляются в гиревой спорт? Это очень интересно, очень захватывающе, что люди, никак не относящиеся к спорту, приходят, занимаются, соответственно, заинтересовываются. И это очень вдохновляет, что людям не безразличен спорт, и что им очень важно заниматься гиревым спортом и гирей привлекать. Ваня, может быть, проходя паренек мимо, который потом возьмет и станет чемпионом мира? Ну, не знаю, это тяжело, конечно, так сказать, чемпион мира, но в случае тренировок все возможно. Вы же тоже, в общем-то, чемпионами не родились? Ну, конечно. Чемпионами становятся в процессе тренировок. Все достигается силами. Фестиваль «День гирь» завершен, но гири из своих рук-то мячи выпускают ненадолго. Впереди подготовка к новым стартам. Братьям Дмитрию и Ивану Черкашиным, например, нынешней осенью предстоит выступить на чемпионате и первенстве мира в Будапеште. В общем, гиревикам не до отдыха.